Степан, извините, извините, я выключил, прошу, я тут дистанционно. Итого у нас 11 членов Совета, трое присутствуют очно, остальные дистанционно. Таким образом, здесь разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Адеева Кирилла Анатольевича на тему «Система массового обслуживания с дискретным распределением требований к ресурсам и их применение к расчёту вероятных характеристик беспроводных сетей». Диссертация представлена на соискании учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики, научный руководитель, кандидат физико-математических наук, доцент, кафедры прикладной информатики и теории факультета физико-математических и естественных наук РУДЭС Сопин Эдуард Сергеевич. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДЭС. Официальные оппоненты – доктор физико-математических наук Зейтман Александр Израилевич, доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук Горбунова Анастасия Владимировна. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется учёному секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Пожалуйста, Василий Вячеславовне. По направлению, соответствующему научной специальности 05.13.17 Теоретически основной информатики, По которой подготовлена диссертация на кафедре прикладной информатики и теории вероятности. Период подготовки диссертации являлся младшим научным сотрудником Кафедры прикладной информатики и теории вероятности Российского университета Думы по народу. Настоящее время работает в должности ведущего аналитика В обществе с ограниченной ответственностью информационной технологией будущего. Диссертацию выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности Факультета физико-математических и естественных наук Федерального государства на автономном образовательном учреждении Высшего образования Российского университета дружбы народов Министерства науки Высшего образования Российской Федерации Научный руководитель, кандидат физико-математических наук Доцент Сопин Эдуард Сергеевич Доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности РДМ Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы Соответствуют требованиям о положении О порядке присуждения ученых Не в Российском университете дружбы народа Все документы имеются в деле Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Если вопросов нет, то слово предоставляется соискателям до доклада Пожалуйста, вам 20 минут на доклад Будьте любезны Уважаемые члены диссертационного совета Представляю вашему вниманию диссертацию на тему Системы массового обслуживания и дискретным распределением требований к ресурсам И их применению к расчету вероятностных характеристик беспроводных сетей Подготовленный на кафедре прикладной информатики и теории вероятностей Российского университета дружбы народов Под руководством кандидата физико-математических наук Доцента Сопина Эдуарда Сергеевича Целью работы являлось построение моделей ресурсных систем массового обслуживания С дискретным распределением требований к ресурсам и сигналами Для анализа показателей эффективности беспроводных сетей с подвижными пользователями В том числе в условиях сегментирования радиоресурсов На слайде 2 представлены задачи, которые вытекают из цели исследований И последовательно решаются в диссертационной работе На слайде 3 перечислены положения, выносимые на защиту Которые именно в таком виде сформулированы по автореферате И последовательно изложены в диссертации, состоящей из трех плат В первой главе описаны особенности распределения радиоресурсов Беспроводной сети, атомализована модель планировщика радиоресурсов В виде ресурсной системы массового обслуживания со случайными требованиями С учетом особенностей работы планировщика Была выведена функция распределения требований к ресурсам Во вторая глава посвящена анализу ресурсных систем массового обслуживания В том числе с сигналами и разработке рекурентных И разработке алгоритмов вычисления вероятственных характеристик Разработан рекурентный алгоритм для расчета вероятств временных характеристик Который позволяет в ходе вычисления нормирующей константы Вычислять характеристики системы Построена ресурсная модель с сигналами А также разработан приближенный подход для анализа характеристик В третьей главе проводился анализ систем массового обслуживания С учетом сегментирования ресурсов в сети Формализована модель сегментирования радиоресурсов с изоляцией сегментов Проведен анализ неполнодоступной модели сегментирования радиоресурсов Перехожу к результатам первой главы Рассмотрим на примере принцип работы одного из планировщиков FullPower На рисунке 1.1 расположены три устройства Первый и второй неподвижны Третье устройство расположено на разном расстоянии от базовой станции Для двух случаев, которые детализированы на рисунке 1.2 и 1.3 Все устройства работают на максимальной мощности А временной ресурс делится пропорционально достижимой скорости передачи В случае А на рисунке 1.2 устройство 3 получит достаточный временной интервал Для достижения необходимой скорости В случае В на рисунке 1.3 устройство расположено далеко И не сможет получить достаточный временной интервал для взаимодействия И запрос будет заблокирован С учетом описанных выше особенностей планировщиков FullPower Сформулировано утверждение 1.1 По которому функция распределения СИ вычисляется по формуле 1 А плотность СИ ее по формуле 2 Здесь же на слайде представлены основные обозначения Которые участвуют в формулах 1.2 На слайде 7 представлена модель обслуживания сессий беспроводной сети В системе имеется ресурс ограниченного объема R и N приборов Так как ресурсом считается доля временного такта То объем ресурсов равен единице Заявка поступает с интенсивностью лямбда При поступлении заявка занимает один прибор И необходим для нее ресурс Если для поступающей заявки не хватает прибора Или свободного ресурса То такая заявка блокируется Заявка обслуживается с интенсивностью При этом освобождает прибор и объем ресурсов Поведение системы описывается двумерным макроским случайным процессом Где первый компонент это число заявок в системе Второй компонент вектор объемов занятых ресурсов В работе получены стационарные вероятности Которые определяются формулами 3 и 4 А также формулы для вычисления грязи и блокировки заявок И формула для вычисления среднего объема занятого ресурса Стоит обратить внимание, что в приведенных формулах используются кратные свертки функции распределения требований к ресурсам Вычисление которых численными методами приводит к существенным сложностям В связи с этим был применен подход аппроксимации функций распределения требований к ресурсам С помощью гамма-распределения Которое выбрано из-за того, что свертки произвольной кратности плотности распределения вычисляются аналитически Была пройдена аппроксимация параметров гамма-распределения По полученной в утверждении 1.1 плотности средствами MATLAB Такими распределениями тяжело приблизить значение исходного распределения Погрешность при этом довольно высокая В связи со сложностями расчета для непрерывных функций распределения требований к ресурсам Проводилась адаптивная дискретизация Такой подход позволяет аппроксимировать с произвольной точностью Дальнейшие исследования проводились дискретными распределениями Во второй главе для расчета вероятности временных характеристик и ресурсной системы массового обслуживания разработаны рекуррентные сверточные металиты Основные обозначения параметров системы остаются неизменными Рассматривается общий случай с M-типами ресурсов Для дискретного ресурса в работе получены стационарные вероятности которые определяются по формулам 8 и 9 Для расчета нормирующей константы G от NR введены функции H от NR для рекуррентного расчета которых сформулировано утверждение 2.1 Для рекуррентного расчета нормирующей константы G от NR сформулировано утверждение 2.2 Стоит отметить, что вычисление функции G от NR расчет характеристик модели можно проводить без стационарных вероятностей Для этого в работе сформулировано утверждение 2.3 которое задает формулы расчета вероятности блокировки заявок среднего объема занятого ресурса и второго момента занятого ресурса Для того, чтобы учесть передвижение пользователя внутри сети была построена модель системы массового обслуживания с ресурсами с сигналами где сигнал характеризует перемещение пользователя и соответственно изменение требований к ресурсу В отличие от рассмотренной ранее модели в текущей модели добавлен поток сигналов которые поступают с интенсивностью гамма В этот момент заявка освобождает занимаемый прибор и ресурс и поступает в систему уже с новым требованием которое определяется в соответствии с тем же распределением если для заявки недостаточно ресурсов, то она будет заблокирована Система описывается двумерным марковским случайным процессом где первый компонент это количество заявок в системе в момент времени t второй компонент это общий объем занятого ресурса Простанция состояния описывается формулой 16 Анализ системы выполняется с помощью системы уравнения равновесий решение которой выполняется численно и требует значительных вычислительных мощностей при масштабировании системы массового обслуживания Имея стационарное распределение, выведены формулы для вычисления характеристик системы Это формула 22 для расчета вероятности блокировки при поступлении заявок в систему Формула 23 для расчета среднего объема занятого ресурса Формула 24 для расчета вероятности блокировки при поступлении сигнала На слайде 13 представлен разработанный в работе подход для приближенного анализа системы сигналами Суть подхода заключается в том, что поступление сигнала представлено как новый поток заявок с интенсивностью n с волной гамма, где n с волной это среднее число заявок в системе Для анализа характеристик необходимо выполнить объединение и распределение требований к ресурсам по формуле 25 Тогда вероятности характеристики можно вычислить по представленному ранее рекуентному алгоритму В дополнение к ним по формуле 26 вычисляются вероятности блокировки для определенного типа заявок А по формуле 27 среднее число заявок в системе Стоит отметить, что правая часть формулы 27 также зависит от среднего числа заявок в системе Среднее число заявок в системе в стационарном режиме удовлетворяет соотношению 28 Подставляя значение нагрузки ρ в это соотношение, введем функцию z от x Было сформулировано и доказано утверждение 24 о том, что функция z от x имеет единственную стационарную точку являющуюся решением уравнения x равная z от x Причем найти это решение можно методом простой итерации Для реализации метода итеративно рассчитывается среднее число заявок в системе заданной точности При достижении заданной точности вычисляются остальные характеристики системы На слайде 14 представлены результаты численного эксперимента, в котором сравнивались результаты вычисления в исходной модели и в приближенной Исходные данные для вычисления подобраны так, чтобы показать изменение характеристик при изменении предложенной нагрузки Как показал эксперимент, погрешность вычисления составляет до 10% для вероятности блокировки поступления заявок и для среднего объема занятого ресурса Перехожу к результатам главы 3 Ресурсные системы массового обслуживания могут быть использованы для анализа сегментирования сети На слайде 16 изображена примерная схема взаимодействия виртуальных операторов, мобильного оператора и блоков управления радиоресурсами Перед тем, как модуль управления виртуальными ресурсами выделит ресурс для виртуального оператора Выполняется сбор сведений с локальных модулей управления и анализ требований пользователя к радиоресурсам Была построена модель сегментирования ресурсов, представленная на слайде 17 В работе получено пространство состояний, которое поделяется по формуле 32, а количество заявок – формуле 31. Выделяемый заявком ресурс может принимать значения от АС до ВС. Каждый сегмент имеет гарантированное количество заявок, которые он может обрабатывать единовременно и в то же время использовать свободный ресурс других сегментов. Система находится в данном пространстве состояний. В данном состоянии в сегмент С поступает заявка. Тогда возможны следующие ситуации. Для поступающей заявки достаточно ресурсов, тогда она будет принята в систему. Для заявки недостаточно ресурсов, но при этом сегмент укладывается в гарантированный объем заряда. В таком случае будут сняты с обслуживания заявки сегментов нарушителей. И если заявка, поступающая в сегмент С превышает гарантированный объем и при этом ресурсов недостаточно, то такая заявка сразу же блокируется. В работе сформулированы формулы для множества состояний сброса заявок при поступлении и для множества состояний трерывания обслуживания. А освобождение ресурсов требуется в случае, если заявка поступает в сегмент, который не является нарушителем. При этом она не может быть принята в систему из-за нехватки свободного ресурса. В таком случае выполняется ряд шагов. Сначала находится сегмент сети с наименьшим весом. Затем сбрасывается одна заявка найденного сегмента. Если ресурсов достаточно, то заявка принимается в сегмент С. Если нет, то процесс повторяется. В работе сформулированы формулы 36, 37 и 38 для определения весов сегментов. При каждом изменении состояний системы выделенные ресурсы для сегментов сети оптимизируются в соответствии с логарифмической функцией полезности по формуле 39. В работе сформулирована задача оптимизации сегментирования ресурсов по формулам 40, 41 и 42. Решение задачи выполняется численно с помощью приближенного метода проектирования градиента, в котором итеративная процедура поиска максимума описывается соотношениями 43, 44 и 45. Анализ системы проводился на разработанном инструменте имитационного моделирования. Использовался метод Монте-Кабли. На слайде 20 представлены результаты численного эксперимента. Исходные данные для проведения расчетов были взяты в соответствии с требованиями сети LTE в диапазоне 10 МГц. В результате были подсчитаны следующие характеристики. Средний объем занятого ресурса. Вероятность блокировки заявок при поступлении в сегмент. И доля времени, в которой сегмент является нарушителем. Анализ результатов показал адекватность решения задачи оптимизации сегментирования ресурсов. В исследовании была построена неполнодоступная модель сегментирования ресурсов. В такой модели ресурс разделен на К плюс один блоков. Каждый блок моделируется как ресурсная система массового обслуживания с НК-приборами и РК-ресурсов. В каждый блок поступает поток заявок с интенсивностью ЛЯНДК и со своим распределением вероятности. Заявка обслуживается с интенсивностью РУК. Если для заявки недостаточно ресурсов в блоке назначения, то заявка перенаправляется в общий блок. Если же в общем блоке недостаточно ресурсов для обслуживания, то заявка блокируется. В работе получены формулы 46 и 47 для расчета стационарных вероятностей. Распределение требований к ресурсам заявок, заблокированных при поступлении в блоке с первого по карте, определяется по формуле 48. Для предложенной нагрузки на общий блок работе получена формула 49. На основе изложенного фобулируется утверждение 3.1, по которому распределение вероятности для общего блока вычисляется по рекуррентному сверточному алгоритму из второй главы по формуле 51. На слайде 22 представлены результаты численного эксперимента. В верхней части слайда представлены исходные данные для проведения расчетов. Распределение требований было рассчитано на основании, близкого к реальному сценарию использования сети LTE. В результате были посчитаны следующие характеристики. Вероятность перенаправления заявки в общий блок и вероятность блокировки заявки. В заключении доклада на слайде 24 представлена научная новизна работы. На слайде 25 перечислены основные результаты работы. На слайде 26 перечислены основные публикации в научных изданиях, в которых отражены основные результаты исследования. На этом мой доклад завершен. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. – Большое спасибо. Еще раз спрошу всех членов Десовета включить камеры. Какие будут вопросы к соискателю? Да, я вижу, вот вопрос есть. Ирина Андреевна Кочеткова, пожалуйста. – Спасибо, Кирилл Анатольевич. Не могли бы вернуться к слайду 23, где вы показываете графики для второй модели из главы 3. Вот интересное поведение, вероятность блокировки. Смотрю, что для двух блоков возрастает, а для первого убывает. Не могли бы пояснить, почему такое поведение? – Спасибо за вопрос, Ирина Андреевна. На графике видно, что, как вы сказали, вероятность блокировки для второго и третьего блоков растет. Для первого блока она значительно выше, но при этом уменьшается. Это обусловлено тем, что в данном эксперименте ресурс для сегментов, для блоков сети выделен одинаковый. И при его уменьшении, в связи с тем, что предложенная нагрузка на первый блок гораздо выше, то есть, соответственно, поток заявок из первого блока в общий блок гораздо выше, чем из второго и третьего блока. В связи с этим, заявки первого блока занимают больше общего объема ресурсов. Отсюда и снижение взятий блокировки. Это мой ответ завершен. Да, спасибо, спасибо, Кирилл. Юлия Васильевна Гейдамака подняла руку для вопросов. Юлия Васильевна, пожалуйста. Спасибо, Кирилл Сергеевич. Кирилл, откройте, пожалуйста, слайд с моделью второй главы. Ага, да, здесь. Правильно я понимаю, что у вас здесь факт первенитных заявок, на которые поступают сигналы. И сигнал моделист примет изменение местоположения. Абонент. Извините, пожалуйста, очень... Юлия Васильевна, выключите камеру, пожалуйста, и скажите, а то что-то у вас задержки. Ага, вот так вот. Попоим, пускай. Нет, все равно. Лучше стало? Нет, нет. Ну, в принципе, мы разбираем, Дмитрий Сергеевич. Да, помедленнее просто. Просто помедленнее и все, Юлия Васильевна. А так, в целом, понятно. А, поняла. А теперь вообще не слышно. Нет, я не демонстрирую. Сейчас звонок. А, звонок, понятно. Да, Юлия Васильевна, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что сигналы здесь, в вашей модели, мотивируют изменения, выставки и оппоненты? Верно, да. Сигналы показывают. Тогда, как нам, понимаете, после поступления сигнала, объем ресурса должен быть переразыгран, и он может быть другое распределение, нежели чем первоначально в ресурсе. А у вас, я вижу, и над верхней стрелкой распределение ПЭК, и над нижней стрелкой. То же самое распределение ПЭК. Правильно ли я понимаю, что это упрощение? Да. И тогда скажите, насколько успокоилась эта модель, если бы мы рассматривали трактные распределения? Спасибо за вопрос, Юлия Васильевна. Да, все верно. В работе рассматривалось одно и то же. Распределение требований для вновь поступающих заявок и для заявок обслуженных, и для заявок поступающих при срабатывании сигнала. Для того, чтобы различать требования к ресурсам для вновь поступающих заявок и для заявок поступающих при срабатывании сигнала, необходимо изменить случайный процесс в исходной модели. Он станет четырехмерным, так как нужно отдельно учитывать количество заявок вновь прибывших и их объем занятого ресурса, и количество заявок поступивших после срабатывания сигнала и объем занятых ресурсов ими. Однако в упрощенной модели этого делать не потребуется, так как разделение требований к ресурсам объединяется по формуле 25. На этом мой ответ прошел. Спасибо. Я обидврена. Спасибо. Еще раз прошу всех членов диссовета включить камеры. Члены диссовета, пожалуйста, все включите камеры. Ух, слышно, наверное, Дмитрий Сергеевич. Уважаемые коллеги, включите, пожалуйста, камеры. А можно сказать конкретно, кто не включил, тогда они услышат и включат. Вот Леонид Антонович, видно, что включил. А он и был включен. Это значит, нужно оживить. Абдукадир, кто-то, кто не включил. Нам грозится, что у нас скорого нет. Абдукадир, кто не включил камеры? А у нас? В семь, в семь, в семь. Не члены совета могут не включать камеры. Татьяна, выключи, пожалуйста, камеру. Татьяна, вы занимаетесь слот, выключите. Татьяна, ага, спасибо. Ты тоже выключи камеру, пожалуйста. Ну, так, все нормально, да. 9 человек. Я тоже отключу камеры, чтобы не занимать слот. Все, спасибо, коллеги. Оставляем камеру включенную. Камера, оставьте, пожалуйста, включенную, пожалуйста. К нам могут быть претензии по отсутствию кворума. Есть ли еще вопросы к соискателям? Если вопросов нет, тогда формально мы должны объявить технический перерыв. Я предлагаю работать без перерыва. Поддерживаем, Сергеевич. Слово предоставляется научному руководителю соискателя Сопину Эдуаргу Сергеевичу. Спасибо. Я бы хотел для начала характеризовать, как в целом получались эти результаты. Формат изложения, распределение результатов по главам в целом соответствует хронологии получения результатов. Когда Кирилл Анатольевич поступил в аспирантуру, мы в это время уже занимались ресурсным слоем. И уже были получены некоторые результаты, но для дискретного распределения требований к ресурсам. И поэтому перед Кириллом изначально была поставлена задача посмотреть, что же мы можем сделать в случае непрерывного ресурса. непрерывного распределения требований к ресурсам. И в результате мы получили те результаты, которые были изложены в главе 1. Была получена функция распределения требований к ресурсам непрерывного типа. Но она оказалась очень сложной. Вычисления, преобразования опасности ТЕС от нее аналитически были невозможны. Поэтому мы искали другие методы для расчета сценарных вероятностей. Попытались провести аппоксимацию функции распределения другим непрерывным распределением, у которого аналитически вычисляются свертки. Но здесь тоже вычисли у нас серьезные погрешности. Поэтому в дальнейшем вы сосредоточились на возможности дискретизации непрерывных распределений, которые позволяют это сделать с производной точностью. И разработки методов для анализа ресурсного смотра, дискретного распределения требований к ресурсам. В целом Кирилл Анатольевич проявил себя очень самостоятельно. То есть большую часть работы он сделал самостоятельно, с небольшим моим участием. При этом проявил исключительную пунктуальность и работоспособность. Надо отметить, что во время обучения последние три года аспирантуру он получал в том числе и премию, не премию, стипендию президента Российской Федерации для аспирантов. Он участвовал в ряде, был исполнителем в ряде научных грантов, выполняющихся на нашей кафедре. И при всем при этом, помимо работы в науке, он еще и работал вне университета. За время подготовки диссертации у него родились две точки. И несмотря на все это, Кирилл Анатольевич вовремя подготовил диссертацию. На мой взгляд, это очень многое говорит о нем, как о человеке и обучении. В связи с этим, с учетом его результата, в связи с его несомненными профессиональными личностными качествами, я считаю, что Кирилл Анатольевич является квалифицированным и сложившимся молодым ученым. И считаю, что он заслуживает присуждения ему степени кандидата в физико-математических наук. Спасибо. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Эдуарду Сергеевичу? Есть ли вопросов нет? Когда слово для оглашения отзывов, полученных в диссертацию, предоставляется ученому-секретарю совета Анастасии Вячеславовне? Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. В деле имеется заключение организации Российский университет Дружба народа, принятая на заседании кафедры прикладной информации в теории вероятности в факультете физико-математических и естественных наук, где была выполнена данная диссертация, содержание заключения положительных. На автореферат отзывов не получил. Отзыв официального оппонента сейчас озвучил. Да, один официальный оппонент у нас отсутствует, поэтому, пожалуйста, зачитайте отзыв официального оппонента, который отсутствует. На диссертацию поступил отзыв от официального оппонента Карпунова Анастасии Владимировны, старшего научного сотрудника Институт проблем управления имени терапезников Российской академии наук. Отзыв положите мне, поэтому я его просто зачитаю. Актуальность темы диссертации. Развитие беспроводных технологий связи ведется активными темпами и является основным трендом мировой рекомендационной индустрии. Несмотря на то, что внедрение сетей пятого поколения фактически едва началось, разработка и подготовка к развертыванию беспроводных технологий шестого поколения, которые предполагают увеличение скорости передачи данных, в разы сравнение с имеющимися на сегодняшний день возможностями идет полным поддом. В связи с высокой конкуренцией в этой области имеется серьезный запрос на проектирование, подразумевающее эффективные технические решения и, соответственно, реализацию сетей данного класса. Проектирование, как правило, направлено на подсказание поведения системы в различных условиях и, как следствие, определение необходимого количества ресурсов для поддерживания требуемого качества, оказывающего в производстве сети услуг. С другой стороны, поставщики услуг во избежание лишних затрат на оборудование и его эксплуатацию стремятся к оптимальному соотношению качества оказываемых услуг и необходимому для его поддержания расходов. Иним из решений данного вопроса является аренда оборудования у владельцев инфраструктуры виртуальными сетевыми операторами. Что касается поддержания качества оказываемых услуг на должном уровне, то здесь возможны такие варианты, как модернизация оборудования или усовершенствование алгоритмов распределения ресурсов, которые могут быть разработаны и применены в зависимости от особенностей заключенного соглашения о качестве предоставляемых услуг. Основным инструментом исследования сети связи являются подходы и методы математической теории телетрафика, как одной из лепейтеорий массового обслуживания. С ее помощью можно исследовать использование ресурсов базовых станций пользователями, а также их поведение в сети, что в итоге позволяет провести полноценный анализ модели сети и скорректировать параметры, влияющие на основные показатели ее производительности. Например, изменить вес того или иного виртуального оператора. Ввиду высшей сложности, считаю, что тема диссертационной работы Агеева Кирилла Анатольевича является актуальной и соответствует специальности 05.13.17, теоретически основной информатики. Характеристики содержания диссертационной работы. Диссертация состоит из введения трех глав заключений списка сокращений и обозначений, а также библиографии. В введении обоснованы актуальность исследований, сформулированы цели и задачи. В первой главе построена система массового обслуживания с ресурсами на основе принципов работы планировщика ресурсов базовой станции. Формализованы функции распределения требований к ресурсам, приведены результаты приближенного анализа для расчета вероятных временных характеристик. Во второй главе проводится анализ ресурсных систем массового обслуживания с сигналами. Описан рекуррентный сверточный алгоритм, который позволяет вычислять характеристики системы в процессе расчета нермирующей констаты. Рассмотрена система массового обслуживания с сигналами, описан приближенный метод ее анализа и приведен сравнительный анализ результатов приближенного метода и результатов полученных с помощью инвестиционного В третьей главе описываются технические особенности взаимодействия между операторами мобильной связи и виртуальными сетевыми операторами, а также особенности распределения ресурсов между сегментами сети. В первую очередь построена модель сегментирования радиоресурсов, сформулирована и решена задача оптимизации распределения ресурсов. Рассмотрена упрощенная модель сегментирования ресурсов на основе недоступной стратегии для системы с дискретным ресурсом. В заключении приведены основные результаты диссертационного исследования. Достоверность и новизна результатов диссертации. Представленные в диссертации результаты с учетом сделанных предположений являются достоверными, что обосновано применением строгих математических выкладок и доказательствах утверждений. На достоверность указывают то, что исследованные модели построены и модифицированы с учетом требований международных стандартов для беспроводных сетей. Области значения параметров систем для выполненного в диссертации численного анализа соответствуют данным, взятым из открытых источников. Основные результаты диссертации вошли в работы, опубликованные в лицензируемых в печатных изданиях и обсуждались на российских и международных конференциях, что также подтверждается достоверностью. Построенные в первой главе модели планировщика базовой станции в виде ресурсной системы дискретных ресурсов, в отличие от известных, используется дискретная функция распределения требований к ресурсам. Разработанные во второй главе рекурентно-селудочный алгоритм характеризуются одновременным вычислением вероятности характеристики нанимировочной константы. Также во второй главе приведено упрощение модели сигналами в виде замены потока сигналов на отдельный поток заявок, который зависит от среднего числа заявок в системе. Построенная в третьей главе модель системы массового обслуживания с неполнодоступной схемой разделения ресурсов, в отличие от известных, позволяет получить аналитические выражения для вероятности на временных характеристик моделей сегментирования радиоресурсов. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций сформулированы в диссертации. Положения диссертации основаны на приведенных в работе утверждениях, доказанных в рамках теории марковских случайных процессов, методах теории вероятности, теории массового обслуживания, а также на результаты честного. Анализы для исходных данных, близких к реалиям, сформулированы в диссертации выводов, основаны приведенными доказателями и согласуются с практическими рекомендациями в области применения стандартов для исследования новых технологий беспроводной связи. Результаты, полученные в диссертационной работе, имеют теоретическую и практическую значимость. Примером применения результатов на практике может створить то, что разработанные методы и аналитические формулы могут быть использованы владельцами инфраструктуры беспроводной сети и при управлении распределением ресурсов между виртуальными и мобильными операторами и отдельными условиями. Пример, для взаимодействия между устройствами для контроля нарушителей и обеспечения качества предоставляемых услуг. Теоретическое значение диссертационной работы заключается в получении методов и математических моделей на основе математического аппарата, террорист-случайных процессов, теории массового обслуживания. По теме диссертационного исследования опубликованы 15 работ, одно в издании ВАГ и список РОДУЭН и перечня РОДУЭН, в семи изданиях, входящих в базовых данных с корпуса ВЭПУССАЭС. Результаты исследований прошли необходимую аппарабацию и более чем на 10 международных конференциях и семинарах. Содержание автореферата полностью соответствует положениям диссертационного исследования и замечаниям в диссертационной работе. В главе 1 при описании модели планировщиков отсутствуют в явном виде предположения, которые показали бы ее отличие от модели с непрерывным требованием к ресурсам. В главе 2 при анализе упрощенной модели требований к ресурсам необходимо выявить причины, по которым две характеристики вычисляют погрешность у 5-10%, а другие имеют больше погрешности. В главе 3 приводится описание имитационной модели, используемой в рамках проведения численного эксперимента. При этом критерием остановки имитационного моделирования является метод доверительных интервалов, суть которого из проведенного описания не ясна. Также не указаны конкретные значения упомянутых доверительных интервалов и не проведено количество заявок, пропускаемых через имитационную модель при проведении эксперимента. Отмеченные достатки не снижают научную ценность полученной в диссертационной работе результатов. При заключении диссертационная работа Геева, Кирилла Анатольевича на тему «Система массово обслуживания дискретного распределения требований к ресурсам и к применению к расчету градностных характеристик беспроводных сетей» является законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной задачи, возникающей при управлении распределением ресурсов базовых станций. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на осыскание ученой степени кандидатов физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней в Российском университете дружбы народов. Ее автор Агеев Кирилл Анатольевич заслуживает присуждение ученой степени кандидатов физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретически основой информатики. Спасибо, Анастасия Вячеславовна. Слово для ответа официального оппонента предоставляется искать. Согласен со всеми замечаниями Гагунова и Анастасии Владимировны, хотел бы прокомментировать второе замечание касательно характеристик во второй главе. К характеристикам, которые имеют погрешность более 10% в приближенной модели с сигналами, можно отнести приятельность блокировки при поступлении сигнала. Это характеризуется тем, что в исходной модели при срабатывании сигнала заявка освобождает определенный объем ресурса и прибор. А в приближенной модели этого нет. Вместо этого второй поток заявок, который поступает с интенсивностью, с учетом, в котором учитывается среднее число заявок в системе и интенсивность поступления сигнала. На этом мой ответ по нему завершен. Спасибо. Есть ли вопросы к соискателю по поводу ответа? Нет. Нет вопросов. Тогда слово предоставляется оппоненту, доктору физико-математических наук, Зейфману Александру Израиловичу. Александр Израилович. Спасибо. Благодарю, во-первых, Совет за приглашение в качестве от агента. Так слышно или громче? Ну, черепа. Первый момент. Это актуальная система диссертационной работы. За последние несколько лет количество пользователей беспроводных устройств резко выросло. По прогнозу, в 2023 году ожидается, что их будет больше 5 миллиардов. При этом у многих пользователей имеется не одно устройство. Так что рост нагрузки на инфраструктуру беспроводных систем, систем, ожидается очень большим. Основным критерием оценки предоставляемых услуг это показание качества сервиса. Волитер-сервис должен соответствовать международным стандартам и заключенным соглашениям о качестве предоставляемых услуг. Вместе с сервисом развивается инфраструктура для организации их предоставления. Эта услуга или сегмент услуг может оказываться, в частности, виртуальными сетевыми операторами. В этом случае они действуют как арендаторы оборудования, а владельцами являются мобильные операторы. Для того, чтобы обеспечить предоставление услуг на соответствующем уровне коллективов-сервис, необходимо контролировать и управлять ресурсами инфраструктуры. Например, можно использовать различные алгоритмы балансировки и распределения ресурсов базовых станций и мобильных операторов. Для решения такого типа задач можно использовать аппарат математической теории телекрафика, строить и анализировать соответствующую систему массового обслуживания, проводить анализ использования ресурсов базовых станций пользователями, проведение их в сети. После этого можно анализировать соответствующие модели и управлять параметрами конфигурации инфраструктуры. Поэтому тема диссертационного исследования Агеева Кирилла Анатольевича «Системы массового обслуживания с дискретным распределением требований к ресурсам и их применение к расчету вероятностных характеристик беспроводных сетей несомненно актуальны и соответствуют специальности 05.13.17». Диссертация включает в себя введение, три главы заключения, список обозначений, список литературы, приложения. В введении стандартно обоснована актуальность, сформулированы цели, основные положения работы. В первой главе построена система массового обслуживания с ресурсами с учетом принципов работы планировщика ресурсов базовой станции Full Power. С учетом особенностей требований ресурсов формализована функция распределения требований, приведены результаты аппроксимации и дискретизации функции распределения требований к ресурсам для анализа вероятностовременных характеристик. Введены основные задачи диссертационной работы. Во второй главе проводится анализ ресурсных систем массового обслуживания с сигналами, рассмотрен приближенный подход. В основе подхода лежит интерпретация сигнала как отдельного потока заявок. Расчет характеристик проводится с помощью регулярного сверточного алгоритма. Приведено сравнение результатов приближенного метода и результатов, которые получены при помощи имитационного моделирования. Оказывается, что точность составляет от 5 до 10%. В третьей главе рассматриваются принципы и технические особенности взаимодействия между операторами мобильной связи и виртуальными сетевыми операторами при сегментировании радиоресурсов. Рассмотрена модель сегментирования радиоресурсов. Поставлена и решена задача оптимизации распределения ресурсов. Вписан численный эксперимент. Приведено описание средств имитационного моделирования. Вписана упрощенная модель сегментирования ресурсов на основе неполнонаступной стратегии. В заключении сформулированы основные результаты исследований. Достоверность и новизна результатов диссертации. Достоверность теоретических результатов, которые получены в третьей главе, обоснована приведенными доказательствами утверждений. Достоверность численных расчетов подтверждается анализами частных случаев, исследованных моделей и методов для некоторых известных ситуаций. Первая и вторая глава. Достоверность научных выводов подтверждается выбранными методами исследования, а именно применение опробированных методов аппарата теории массового обслуживания, марковских процессов, а также численных экспериментов, которые показали соответствие результатов расчетов по аналитическим формулах, приближенного и точного подхода с результатами имитационного моделирования. Инсертация содержит новые результаты в каждой из трех глав. В первой главе построена модель базовой станции в виде ресурсной СМО с дискретным ресурсом, с учетом особенностей планировщика радиоресурсов. Она отличается использованием дискретной функции распределения требований к ресурсам для поступающих заявок, что позволяет учитывать особенности работы базовых станций. Во второй главе построена упрощенная модель с сигналами. В ней использован подход, при котором поступление сигнала заменяется на отдельный поток заявок, зависящий от среднего числа заявок в системе. Отличием является и применение разработанного сверточного рекурентного алгоритма для параллельного расчета характеристик и дермирующей константы. Построенная в третьей главе модель сегментирования ресурсов отличается применением задачи оптимизации на основе функции полезности и функции весу, что позволяет более справедливо распределять ресурсы между сегментами. Степень обоснованности научных положений выводов и рекомендаций сформулированных диссертаций. Обоснованность полученных результатов подтверждается строгими математическими доказательствами, при этом используются методы теории вероятности массового обслуживания и марковских процессов. При анализе построенных моделей использованы апробированные математические методы, а также известные пакеты прикладных программ, имеющиеся в открытом доступе, в частности, для языка программирования ява, а также среда марклаба для решения математических задач. Ценность результатов работы для науки и практики. Результаты, полученные в диссертационной работе, имеют теоретическую и практическую ценность. Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в применении теории массового обслуживания при создании математического аппарата для анализа вероятности временных характеристик, таких как вероятность блокировки заявок при поступлении вероятности блокировки заявок при срабатывании сигнала, средний объем занятого ресурса, среднее число заявок в системе. Практическая значимость состоит в том, что разработанные алгоритмы расчета вероятность временных характеристик могут применяться мобильными операторами для управления секвентифрением ресурсов между виртуальными мобильными операторами и отдельными услугами для обеспечения соответствия их поли-теофф-сервис. Отверждение и опубликование основных результатов в научной печати. Основные результаты изложены в 15 работах, в том числе стадия в журнале «Информатика», входящем в список ВАГ, и в семье изданиях, входящих в базу данных скопусов и выпусков «Информатика». В соответствии с содержанием автореферата основным положением диссертации. Автореферат полностью соответствует основным положением диссертации. Замечания. В работе имеются следующие замечания. В первой главе можно было бы более четко выделить преимущества и недостатки, связанные с выбором разных типов функций распределения требований ресурсов. Во второй главе значительная часть утверждений представляет полезные формулы для вычисления стационарных характеристик, построенных в системе массового обслуживания. По-видимому, целесообразно было бы более подробно обсудить вопросы, связанные с существованием этих стационарных распределений и скорость исходимости к ним, для оценивания погрешностей, возникающих при замене переходных характеристик предельными. Но это уже я как математик придираюсь. В третьем главе 3 при построении и анализе содержательных и достаточно сложных моделей сегментирования радиоресурсов целесообразно было бы провести более подробное сравнение применяемых подходов. В четвертом основное внимание в работе уделяется моделям дискретного времени. Стоило бы обосновать необходимость и преимущество дискретного времени по сравнению с непрерывными при изучении и взаимодействии в беспроводных сетях. В диссертации имеются опечатки, следовало дополнительно провести вычетку документов. Однако отмеченные единостатки не снижают научную ценность полученных в работе результатов. В заключении диссертационная работа Агеева на тему «Система массового обслуживания с дискретным распределением требований к ресурсам и их применение к расчету вероятностных характеристик беспроводных сетей» является законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной задачи по управлению трафиком на ресурсах базовых станций в беспроводных сетях. Работа соответствует всем требованиям, предъявляемым в диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Согласно пункту 2.2 раздела 2 «Положение о присуждении ученых степеней в РУДН» утвержденного ученым советом РУДН 23.09.2019 года автор работы Агеев Кирилл Анатольевич заслуживает присуждение ученых степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретические основы информатики. Большое спасибо, Александр Азарович. Есть ли у кого-нибудь вопросы к Александру Азаровичу? Нет. Если вопросов нет, тогда слово для ответа официально не будет, то есть, нравится искателю. Согласен со всеми замечаниями профессора, директора Александра Азаровича, хотел бы прокомментировать замечание номер 3. В исходной модели сегментирования радиоресурсов перераспределение ресурсов происходит при каждом изменении состояния системы. Также один сегмент сети может занять весь свободный ресурс, в то время как в упрощенной модели сегментирования ресурс жестко разделен между блоками и заявки, предпоступления в целевой блок могут переходить только в случае, если недостаточно ресурсов, могут перенаправляться в общий блок. Иными словами, в упрощенной модели используется неполнодоступная схема распределения ресурсов по терминологии Камоуна и Квейн-Рока. На этом мой ответ на замечания. Хорошо. Большое спасибо. Удовлетворенный официальный оппонент ответный сыскатель? Да, вполне. Спасибо. Слово предоставляется оппоненту, доктора технических наук Степанова Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, пожалуйста, Вам слово. Так, надеюсь, мне паспорт не надо показывать. Нет, не надо, Сергей Николаевич. Хорошо. Паспорт могу показать, если не надо. Нет, не надо. Так, уважаемые члены Совета, сыскатель с должной полнотой предложил содержание работы и к моему выступлению предшествовало выступление двух оппонентов. Третьего и первого, которые дали характеристики по полученным результатам. Поэтому я с разрешением членов Совета останавливаюсь на актуальности темы и дам характеристики по полученным научным результатам. Ну и, я чечу, замечания и сформулирую сложившиеся у меня заключения по работе. Ну, в начале буртуальности. Ну, всем понятно, что развитие телекоммуникации... Одной из основных тенденций развития телекоммуникации является необходимость совместного обслуживания потоков информационных сообщений, отличающихся существенным разнообразным требованиям присутствия и качества обслуживания. Это просто вытекает из того, что все наши сети связи являются мультисервисами. Мультисервисность, она предполагает отличие сервисов как в требовании к ресурсу, так и к качеству обслуживания. Ну, в настоящее время источниками информационных сообщений в частности являются устройства телеметрии, видеокамеры и тому подобные всякие устройства. Они часто бывают элементами сети виртуального оператора, которые предоставляют услуги сбора и обработки данных разного ровного наблюдения, которые затем обрабатываются в аналитических центрах, следуя принятия разновательных решений. Все это регулируется положениями концепции интернет-вещений, которые тоже активно развиваются. Нередко виртуальные сети разворачиваются в тех местах, где ограничено или вообще не имеется возможности применения фиксированных проводных связей. Это вынуждает виртуального оператора использовать ресурсы беспроводных сетей для обслуживания возникающих инфрационных потоков. В силу известных причин, в их число входит ограничение физического плана, а также действие регулятора, направленное на создание конкуренции между мобильными операторами. Этот ресурс ограничен и должен использоваться с максимальной эффективностью. Это как бы преамбла. И чтобы добиться этого результата, понятно, что нужно решить следующие две задачи. Во-первых, построить модель формирования обслуживания сети связи, которая более точно отражает реалии работы действующих узлов беспроводного доступа. И, во-вторых, предложить исследовать сценарий распределения ресурсов между поступающими потоками инфрационных сообщений, которые позволили создать условия для их дифференцированного обслуживания. Иначе, как показали честные эксперименты, это, значит, и они опубликованы. С ростом нагрузки на канал происходит неконтролированное перераспределение ресурсов между потоками отдельных сессий. В частности, сессии с малыми требованиями к ресурсам получают приоритеты. И такое положение дела может нарушить принятые соглашения об обслуживании и быть источником разного рода проблем. Решение с формулированной задачи, если оно будет получено, даст возможность заходить, ну, правильное, скажу даже так, оптимальное соотношение этих параметров потоков вопросов на инфрационное обслуживание и характеристики выпускной способности. Ну, оптимальное, так скажу в корычках, суп оптимальное, эффективное и так далее. Ну, вот все эти вопросы, они как раз разматривали здесь все на работе. Они выделили на то, что говорит об актуальности выбранной тематикой. Две важных задачи он решает, устроит более точные модели, чем раньше были использованы. И предлагает сценарий распределения сегментирования ресурсов между поступающими потоками и находит способы оценки и характеристик реализации этих сценариев. Ну, ответить на вопрос, какой сценарий лучше, а какой хуже, можно только с помощью инструментария, которая основана на построении соответствующих математических моделей. Значит, появлением математической модели путешествует разработка функциональной модели исследуемого объекта. При ее построении следует заключить компромисс между детальностью описания процесса распределения ресурса и возможностью последующего расчета характеристик обслуживания поступающих сессий 5. Это очень важный этап исследования, от него во многом зависит возможность использования, полученных результатов. И автор взгляд, в общем, справился с совершением этой задачи. Хотя вот все-таки он сделал несколько избыточный крем в сторону детальности описания процесса распределения ресурса, за детальность надо платить использование большого числа параметров, когда ее брать практически положили не совсем ясно. Ну, по крайней мере, когда у нас есть более точная модель, это некие критерии оцепки менее точных моделей, по крайней мере. Результаты, относящиеся к построению следовательно-функциональной модели, планировщик радиоискусства, посмотрит на первой главе диссертации. Ну, после появления математической модели начинается этап ее исследования. На этой стадии сыскатель должен показать свою квалификацию и тот набор навыков, которыми он обладает для разработки эффективных средств оценки характеристик качества обслуживания поступающих запросов. Ну, вот в диссертации показаны, используя полученные крайние методы оценки характеристик на основе рекурентного светочного алгоритма, решения с тем уровнем равновесия традиционными методами, построение приближенных методов и, наконец, проведение инвестиционного моделирования с целью проверки точности приближенных результатов. То есть весь комплекс инструментов, которые исследователь должен, так сказать, при моделировании сетей и системы связи иметь пользу, он был показан. Надо сказать, что используемые приемы там более-менее стандартные, но они подменяются для новой модели, и поэтому их реализация требует хорошего владения соответствующим аппаратом, автор и продемонстрировал. Ну, в заключительной главе автор перешел уже к таким более практическим вещам, в частности, анализу различных сценарий распределения ресурсов. На качественном уровне здесь все понятно. Если трафик с гидрогенными свойствами служит в общей среде, то мы добьемся максимальной загрузки единицы ресурса. Однако часть потоков либо получит непланированное преимущество занятия ресурса, а другая часть будет, наоборот, испытывать большие потери. Другая крайность. Мы берем общий ресурс, врезаем на слайсы и не даем возможность их использовать отдельными потоками или группам потоков с близкими свойствами. Делая так, мы создаем условия подъехать на обслуженные сессии. Каждая из них будет получать требуемые характеристики качества обслуживания с точки зрения потерь. Однако при этом загрузка единицы ресурса будет невысокая и, следовательно, окончательный итог, выраженный в потребности ресурса, будет завышен. Ну, и истинно лежит где-то между этими предельными случаями. Значит, должен быть какой-то гарантированный минимум ресурса и некая часть для общего пользования. Вот тут есть разные реализации вот этого подхода, но соотношение между величинами ресурсов, оно зависит от правительства трафика, показателей качества обслуживания и должно определяться с помощью математических моделей, что автор вам успешно и показал. Ну, как вот следует, из того, что я сказал, мы также получим диссертацию на работе имеют теоретическую и практическую значимость и более подробно о соответствующих суждениями о сформулированных письменном отзыве. По теме диссертации опубликованы 15 работ, в том числе в одном здании ВАК Российской Федерации списка данных РУДН, а также в семи зданиях входящих в базу цитирования сходу с ВОЗ. Апробация была проведена на международных и наших отечественных конференциях и семинарах. Результаты работы, результатами работы диссертационными соискатель отчитывался в рантах, и ни в одном ренте. Так что все здесь хорошо. Ну, авторитет полностью соответствует, и отражает основные положения диссертационной работы. Замечания. Вот три замечания здесь у меня имеются возле первого замечания. В главе 1 при проведении аппроксимации функций распределения требований к ресурсам желательно было указать критерии, которые используются в упадке параметров аппроксирующих распределений. В главе 3 при проведении численных экспериментов с применением средств инстанционного моделирования непонятно, по какому принципу прекращать моделирование. В данном случае стоило бы и давно указать, что является критерием остановки. Ну, количество обработанных заявок или критерии, основанные на рамках новостей недоверительного интерфаа. Ну и последнее замечание. Оно относится к значительному числу опечаток и стилистических недоработок. Это, конечно, так слегка печалит, но я думаю, время есть. В будущем автор избавит от этого недуга. Ну, указанные недостатки не снижают научную ценность полученных результатов. Ну и в заключение по работе следующая. Ресуртационная работа Агеева. Кирилл Анатольевич на тему системы массового службы и с крепким распределением требований к ресурсам, где из применения на расчетах вероятности характеристик беспроводной СНК является закончив нашей инстанционной работы, содержащей новое решение актуальной задачи, подникающей при управлении распределением ресурсов базовой станции. Работа соответствует требования, предъявляемая диссертацией на исследование ученой степени кандидата физико-математических наук, согласно пункту 2.2. Дело 2. Положение о присуждении ученых степеней в федеральном государстве на автономном образовательном учреждении высшего образования Российского института группы народов, утвержденного ученым советом РУДРМ, протокол номер 12 от 23.09.19 года. А ее автор Адеев Кирилл Анатолий заслуживает присуждения на ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 в теоретической технологии информатики. У меня все. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Есть ли вопросы к Сергею Николаевичу? Если вопросов нет, слово для ответа официально принято предоставляется искателю. Согласен со всеми замечаниями профессора Степанова Сергея Николаевича, я буду комментировать второе замечание касательно критерий остановки имитационного моделирования. В численных экспериментах, которые проводились в диссертационной работе, применялись как и метод говорительных интервалов, так и остановка моделирования при достижении определенного количества заявок. Конкретно в главе 3 имитационное моделирование прекращалось после того, как в системе было обслуживано 1 миллион заявок. На этом мой ответ оппоненту закончен. Большое спасибо. Удавляет вороги официальная оппонента ответами соискателя. Ну, я могу спросить, это 1 миллион, а если было чуть погода, 1 миллион 200 пробуют? Пробуют, да, изменений не было. То есть, различие было там где-то уже в дальнейшем. Да. Большое спасибо. Теперь мы переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Можно ядрить, Сергей? Да, пожалуйста. Я, во-первых, Арзеевичу кафедру расскажу, где выполнялась работа. Ну, Кирилл, конечно, несмотря на замечания Сергея Николаевича Степанова про опечатки, да, он фактически 7 лет занимается сейчас бакалавриатом научной работой на кафедре. Вот эта работа отражена фактически в тех публикациях, которые вы видели. Ну, это исключительно интеллигентный человек, пользующийся уважением, всегда участвующий в учебном процессе, в научных мероприятиях кафедры. Вот. И, ну, я надеюсь, что при благополучном стечении обстоятельств Кирилл может у нас на кафедре работать. Ну, благополучное в смысле, что государство даст нам ресурсы для привлечения молодых специалистов на кафедру. Это вот первая часть моего выступления, то есть я очень доволен его работой, как работа аспиранта. Вторая часть по содержанию, ну, вот я присоединяюсь к замечанию Сергея Николаевича, я удивляюсь тому, всем нашим аспирантам на кафедре известны работы наших сотрудников, да, в том числе, например, работы Валета Сенча и Васильевна Гридамаки, об останове моделирования метационного, когда случайная величина достигает заданного наперед доверительного интервала, да, и по числу заявка это делается, а с точки зрения заданного, ну, заданного в смысле процентов доверительного интервала. Ну, и вообще говоря, пора этот метод применять, и тогда не возникает вопросов ни у кого, как математика останавливает моделирование. И они прекрасно этот метод знают, он в лекции в наших ходит. Вот, а по сути работы, значит, ну, работа, вот, вообще, так сказать, классическое развитие моделей, которые еще, там, 50 лет назад начинали у нас в школе профессора Бошаина исследовать, сейчас доведены различные модификации этих моделей, которые следуют за технологиями. Собственно, работа состоит в том, что надо в рамках новых технологий развивать эти модели, ну и, соответственно, в ряде случаев развивать и методы анализа. Вот возникла в данном случае тоже проблема, вы видели ее, что когда требуется вычислить некое распределение, то оказывается, что в правой части находятся свертки высокого порядка функции распределения, и когда случайно величина непрерывно, возникают проблемы конкретные по вычислению. Ну, он честно это сделал, работал, он как бы, что сделал, он сказал, что вот у меня есть исходная техническая задача, давайте я сначала попробую гамма-распределением приблизить эту функцию. Ну, во-первых, плохая получилась сама функция, вот, ну, с точки зрения технической постановки, вот, но, во-вторых, даже когда это свертывается гамма-функция, все равно вычисления затруднительны с помощью, в том числе, известных пакетов, например, типа Вольфрам. Ну, тогда предполагается, делается известное решение, тоже у нас есть, это проблема, которая до сих пор не решена в этой части для так называемых ресурсных систем массового обслуживания. Есть тоже одна работа наша, где мы с помощью быстрого преобразования Фурье решаем вычислительную сложность. Ну, как говорится, одно другого не слаще, и идет стандартное решение, когда предполагается дискретизировать случайную величину базовую, получить дискретное распределение, и тогда задача решается с помощью дискретных алгоритмов, в том числе сверчечных алгоритмов, которые они исследовали. Вот, собственно, суть работы, это суть и работы его руководителя научного, собственно, Эдуарда Сергеевича, да, и вот это сделан, в этой части сделан аспирантом-соискателем некий вклад, да, в развитие этих моделей и понимание наше, каким образом мы можем производить вычисления и строить эти модели. Ну, я, в целом, доволен этой работой, видел ее на ранних этапах, вот, эту работу, были замечания, конечно, Кириллу по изложению, по различным, там, техническим вопросам, но сейчас работа, я считаю, получилась вполне достойной, и можно ее поддержать, буду поддерживать эту работу, как сейчас совет. Спасибо большое. Спасибо большое, Константин Евгеньевич. Есть ли еще желающие выступить в дискуссии? Если желающих нету, тогда предоставляем соискателю заключительное слово. Спасибо. Со своей стороны, выражаю благодарность своему научному руководителю, сотенному Дану Сергеевичу, за поддержку и помощь при подготовке диссертации. Также выражаю благодарность заведующему и сотрудникам кафедры инфрационной информации и теории вероятностей за советы и мне ценимый вклад в мою научную деятельность. Большое спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе. Председатель Каита Макриэль Васильевна, члены комиссии Малых Михаил Дмитриевич и дружинина Ольга Валентиновна. Возражений нет? Если возражений нет, ставлю на открытое голосование. Пожалуйста, Кастисия Вячеславовна. Севастен, я не думаю. Самылов Константинович. Да. Кулябов Дмитриевич. За. Демидова, я за. Боголюбов Александр Николаевич. За. А у меня выключено. Юль Васильевна. За. Ольга Валентиновна. За. Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Так, Юрий Петрович. Да, Сергей Валентиновна. И Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Я? Да. Я за. За. Большое спасибо. Принимайте. Я в глазном. Объявляется вперед для проведения тайного голосования. Я думаю, всем пришли ссылки и по ним, пожалуйста, пройдите. На корпоративной почте, да? На корпоративную почту, да. Спасибо. 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 Dat. сейчас я постараюсь быстро это сделать и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хуже того, когда мы отмоделировали вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok